Вся сфера гостеприимства готова. Какие сюрпризы и интересные мероприятия Казань приготовила для болельщиков и гостей чемпионата. Мы решили расспросить об этом Дарью Санникову. Появились новые экскурсии и маршруты, отмечает руководитель столичного комитета по развитию туризма. В этом году с 1 мая стартовал у нас новый маршрут у этого автобуса. Помимо исторического культурного центра мы еще добавили левый берег Казанки. Продолжительность экскурсии полтора часа на восьми языках. Для любителей ночной жизни тоже появилось уникальное предложение. Воспользоваться им можно с 10 вечера и до рассвета. Одна из новинок это ночной мьюзик-бас. Это проект совместный с нами и ночной мэрией. Помимо того, что ты можешь покушать внутри этого автобуса, послушать прекрасную музыку, так еще и получить информационные данные о городе Казань. Первая наша остановка – татарская усадьба. Здесь болельщики смогут оценить национальный колорит. А в контактном зоопарке познакомиться с главным казанским оракулом. Если в Германии был осьминог Пауль, то у нас свой казанский предсказатель – козел Борис. Борис, не жуй. Он уже год предсказывает результаты матчей хоккейного клуба «Акбарс». И ни разу не ошибся. Сегодня мы попробуем предсказать итоги игры первого матча чемпионата мира по футболу в Казани между Францией и Австралией. Ну что ж, мы разложили два кочана – Франция, Австралия. Кто победит в первом матче чемпионата мира по футболу в Казани? Борис, пожалуйста, предсказывай. Отмечу сразу – Борис предсказывает только на сытый желудок. Судя по тому, что оторвал два листа капусты, счет будет 2-0 в пользу Франции. Мы собираемся поставить на нашей летней веранде телевизор большой, телекрат. Как и все рестораны и кафе, говорит шеф-повар Умия Муратова, переходим на усиленный режим работы. В штате поваров пополнение. Меню перевели на разные языки. Подготовили мастер-классы, где болельщики смогут попробовать сами испечь национальные блюда. Удивлять гостей в усадьбе решили татарстанскими мини-сетами. У нас два вида – отдельно с мясом, отдельно с сладкими. Значит, мы хотим, чтобы наши мини-сеты, люди все попробовали, это делаем в маленьких пропорциях, чтобы можно, как бы, называется, на один укус. Большое количество французов к нам приедут, ну и испанцев. Кто он, болельщик, который приедет в Казань? Дарья отмечает, в топ-5 также входят австралийцы, колумбийцы и китайцы. Будет много и российских фанатов. От себя добавлю, есть уже прогнозные цифры. Туристы, приехавшие в Казань на чемпионат, потратят 20 миллиардов рублей. Там будет очень много стилизованных вечеринок, именно по те команды, которые к нам приезжают, в стиле том, который любят эти команды. Например, для иранцев будет выступать их любимый певец Араш. Останавливаемся у Кремля. От Казанского Кремля можно доехать до Фонтана Люби в Ленинском садике. Плюс ко всему можно сделать фотосессию. На набережной Сочи есть такой проект. А так, вы знаете, наверное, в центральном парке Нью-Йорка есть такие рикши. Дарья рассказывает, запланировано более сотни культурных мероприятий. Сабантуй, к примеру, пройдет 23 июня. Здесь же в Кремле Эрмитаж приведет выставку «Царские подарки» – Третьяковская галерея передвижников. Будет фестиваль «Вы Кремлин конфедерейшн оф арт». Вот мы и доехали до самой популярной точки для фотографий, которые советуют посетить всем гостям. Александр Дюма сказал, здесь церковь и мечеть соседствуют, здесь крест и полумесяц получили такое дружеское братство, которое нигде не встретишь, кроме как в Казани. Вернувшись в автобус, расспрашиваем Дарью, какие сувениры заготовлены. Оказывается, больше всего сшито тюбитеек, шелковых платков с национальными орнаментами и татарских кукол. Что сделано для удобства? Обновлена навигация, по городу установлены новые указатели. С 1 июня начнут работать информационные шатры, где можно будет получить справку на шести языках. Впереди площадь Тысячелетия. Три, два, один. Сегодня Кубок Чемпионата мира, посетивший 50 стран, впервые в столице Татарстана. В течение трех дней жители и гости республики смогут увидеть главную футбольную реликвию. Вот он, главный трофей из чистого золота. Весит Кубок 6 килограммов 142 грамма. Казань его привезли в четверг. Болельщики решили не упустить уникальный шанс. Даже были не против постоять в очереди, чтобы сфотографироваться с главным призом чемпионата. Первыми фотографии сделали футболистки команды «Кадеты» и «Загрыза». Они выиграли всероссийский конкурс. Впервые в истории игр именно девушки будут подавать мячи на матчи-открытии между Россией и Саудовской Аравией. Мы настраиваемся морально, настраиваемся физически. У нас просто переполняют эмоции, и мы не можем пока с холодным рассудком это все принять. И у них будет право стоять на расстоянии вытянутой руки от известнейших игроков мира. Мне кажется, это очень сильный мотивационный фактор для них. И будет большой стимул для тех, кто будет смотреть эти игры. Будет установлен самый большой чак-чак в России. Примерно 1300 килограммов чак-чак, выполненный в форме мяча футбольного. По пути к центру семьи Казань Дарья замечает. Удивлять гостей будем и на фестивале болельщиков. Сейчас завершается подготовка площадки. Выполнено 60% от общего объема работ. Пространство полностью обновится от станции метро до чаши. Территорию объединит рисунок траектории полета мяча. Импровизированный бросок завершится на площади перед зданием Татмедиа, где появится композиция из 32 шаров. По количеству стран-участниц ФИФА. Осталось положить газон, установить светильники, арт-объекты и большой экран. На нем будут показывать все матчи чемпионата мира. Фан-фестиваль начнет свою работу за два часа до трансляции первого матча. Закончит свою работу через час после окончания последнего матча. Конечная остановка в нашем автобусном туре Казань-Арена. Здесь нас ждет министр спорта Владимир Леонов. Стадион Казань-Арена после 31 мая полностью переходит в оперативное управление оргкомитету. Казань-Арена претерпела изменения. Для лучшей телевизионной картинки расширен медиа-центр. На стадионе теперь есть бесплатный Wi-Fi. Ожидаем аншлаги на всех шести матчах, отмечает Владимир Леонов. Подготовлены и базы для команд. Базироваться в Казани будут три сборные. Сборная Колумбии будет тренироваться на новом поле и жить на Свияге, комплексе стендовой стрельбы. Сборная Австралии на базе хоккейного клуба «Акбарс» тренироваться на стадионе трудовые резервы. Сборная Японии разместится на базе Рубина. В Казани команды ждем с 10 июня подготовлены два гостевых стадиона. Это центральный «Электрон» – резервный стадион «Динамо». Журналисты любят спросить, а что же, ну где узкое горлышко? Поверьте, мы все это расширили, мы все это прошли. Мы провели огромное количество тестов, проверок. Знаете, что в рамках последнего тестового матча мы провели эвакуацию даже со стадиона. Вот мы смоделировали ряд ситуаций на группе входа, что кто-то нес какие-то плакаты, либо запрещенные какие-то материалы. Все было локализовано. До старта чемпионата мира по футболу осталось всего 26 дней. Сергей Темляков, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней.